Дорогая Констанция, мне кажется, тебе следует знать об одной вещи. Дорогая Марта, а мне кажется, что ты всегда знаешь, что я знаю о том, что я должна знать. Ты представить себе не можешь, кого я увидела утром на Бомб-стрит. Догадываюсь. Марии Луизу. О! Ну, извини, дорогая, что я тебя разочаровала. Она позвонила мне час назад, и я жду её с минуты на минуту. Марии Луизу? Да. Она сказала, что хочет забежать и повидать меня до отъезда. И что она хочет? Наверное, и развлечься. Если учесть, как она должна быть занята после такой долгой поездки, то это очень мило с её стороны. Говорят, что она везде побывала. Да? Констанция, я часто думала, не твоя ли это была идея отправить их в длительную поездку сразу после той неприятной сцены? От которой, признаюсь, больше всего удовольствия получила ты, Марта. С их стороны это было самым разумным. Ну, конечно. Это твоё дело. Да. Но не кажется ли тебе немного странным, что ты должна уехать на шесть недель в то время, когда она возвращается? Ты думаешь, Джон действительно перегорел от своей безрассудной страсти? Я ничего не знаю. А вот он сам. Спроси у него. Что она хочет спросить? Джон, я говорю, жалко, что вы не смогли уладить свои дела так, чтобы поехать в отпуск вместе. Я тут ни при чём. Я была готова сделать всё так, как это удобно Констанции. Ну, дело в том, что я хочу поехать в Италию. А Джон в Европе любит только такими ста, где лишь огромной силой воображения можно представить себе, что ты не в Англии. Ха-ха-ха. Дорогая, я должна бежать. Желаю тебе чудесного отдыха. Ты его заслужила. Знаешь, Джон, а я молодец, что убедила Констанцию начать работать. И весь этот год она была для меня совершенно бесценной. Мне никогда не нравилась эта идея. Она мне не нравится и сейчас. Ты меня ещё не простил? Она настаивала, мне пришлось выбирать на меньшую зону. Ха-ха-ха. До свидания. До свидания, дорогая. Будь здорова. Я пойду с тобой, Барбара. Констанция, мама сказала, что она заглянет на минутку, чтобы попрощаться. Очень хорошо. До свидания. До свидания. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Кстати, дорогая, мне казалось, что ты уезжаешь в отпуск сейчас потому, что в другое время Барбара не может тебя отпустить. Я так сказала? Безусловно. О-о-о. Если бы я знал, что ты смогла бы уйти в отпуск вместе со мной. А тебе не кажется, что муж и жена совершают ошибку, когда едут в отпуск вместе? Человек едет в отпуск для того, чтобы отдохнуть, сменить обстановку, развлечься. Но неужели ты думаешь, что мужу всё это будет доступно, если он едет в отпуск вместе с женой? Это зависит от жены. Ну, нет ничего более угнетающего, чем вид этих всех парочек в ресторане-гостинице, сидящих напротив и не знающих, что сказать друг другу. Глупости. Часто мы видим весёлые, жизнерадостные парочки. Да, я знаю. Но стоит посмотреть на обручальное кольцо женщины, и сразу видно, что оно не очень уверенно сидит на руке, которую оно украшает. Но ты не можешь сказать, что тебе со мной скучно. Джон, я боялась, что моё общество тебе надоело, и что если тебя оставить на несколько недель с самим собой, то тебя это как-то освежит. Если ты будешь всё время морочить мне голову, я скоро сойду с ума. Джон, ну сейчас уже поздно говорить об этом. Мы ещё уложены. Я со всеми попрощалась, и нет ничего более удручающего, чем попрощаться с друзьями на месяц, и вдруг они тебя увидят на следующее утро. Послушай, Констанция, я хочу что-то сказать тебе. Да? Ты знаешь, что Мария Луиза вернулась? Да. Она сказала, что попытается заглянуть, чтобы попрощаться со мной. Мне будет приятно повидать её после столь долгого отсутствия. Я прошу тебя об одной услуге. Да? О чём? Нет, чёрт побери, забудем. Я не могу пользоваться твоей добротой. Боюсь, я ничего не понимаю, Джон. Видишь ли, я не видел Марии Луизу с того дня, когда Мортимор свалял такого дурака. Ну? Её не было целый год. И принимая всё это во внимание, я думаю, будет большой ошибкой, если мы вдруг возобновим наши отношения. Ну, а почему ты думаешь, что она этого захочет? Мне показалось странным, что она позвонила тебе в ту же минуту, когда приехала. Странно? Странно. И раз обстоятельства привели к нашему разрыву, то, я думаю, будет лучше, чтобы он остался постоянным. Ну, конечно, раз тебе это неприятно... Я думаю не о себе. Конечно, это болезненно. Но раз решение принято, я думаю, его не надо откладывать. А, пожалуй, ты прав. Мы вот что сделаем. Как только Мария Луиза придёт, я найду предлог и оставлю вас наедине. Это не совсем то, что я хотела. О! Такую вещь гораздо легче сделать женщине, чем мужчине. Лучше, если она узнает об этом от тебя, а не от меня. О! А ты уверен? Конечно, это немножко неловко. Но тебе очень легко сказать. Ну, что у тебя есть чувство гордости и, короче говоря, что она либо должна отказаться от меня, либо ты поднимаешь бучу. Ну, Джон, ты же знаешь, у меня мягкое сердце. Вдруг она разразится слезами и скажет, что не может жить без тебя. Мне её станет так жалко, что я скажу, да чёрт с тобой, кри его. Боже. Да, Джон! Джон, ну твоё счастье, это смысл моей жизни. Констанция, я буду с тобой откровенен. Мне надоело, Мария Луиза. Джон, мой дорогой, ну почему ты сразу мне об этом ничего не сказал? Ну, ты же знаешь, такого рода вещи женщинам не говорят. Женщины забавные существа. Когда они им надоедают, то они говорят об этом ни минуты не задумываясь. А если они тебе надоели, то ты грубьян, животное, и на тебя мало вылить в ведро кипящего масла. Ну, хорошо, хорошо, оставь это мне. Я поговорю. Ты отличный парень. Но, пожалуйста, сделай это мягко. Мне не хотелось бы ранить её чувства. Она ведь в сущности милое существо. Милое. И ей в этом не повезло. Ужасно. Пусть она поймёт, что я больше грешник, чем сам грех. Я не хочу, чтобы она обо мне плохо думала. Конечно. Но вместе с тем, чтобы всё было ясно. Джон, положись во всём на меня. Констанция, ты молодчина. Святой Георгий, может ли человек пожелать себе лучшую жену? Миссис Даррен. Дорогая, как приятно тебя снова увидеть. Это просто, просто чудесно. Моя дорогая, как ты хорошо выглядишь. О, это новые жемчужины. Хороши, правда? О, Джон, как поживаете? Спасибо. Хорошо. Вы не потолстели ли с нашей последней встречи, Джон? Кажется, нет. А я сбросила несколько килограммов. Ой, Констанция, как я рада, что застала тебя. А куда вы едете? Я никуда. Констанция едет одна. Да? Угу. Замечательно. Вы, значит, не смогли. Вы много работаете. Да, более-менее. Вы не обидитесь на меня, если я вас покину? Конечно, нет. Вы ведь всегда очень заняты. До свидания. Надеюсь, пока Констанция будет в отъезде, мы вас будем изредка видеть. Мортимор стал играть в гольф гораздо лучше. Он с удовольствием сыграет с вами. Конечно, и я с удовольствием. Очень практично со стороны Джона, что он оставил нас вдвоем. Прежде всего, я должна тебе рассказать, что все получилось великолепно. Ты была совершенно права. И я рада, что послушалась твоего совета и заставила Мортимора увезти меня на год. Но Мортимор не дурак? Конечно, нет. Для мужчины он совсем не глуп. Я устроила ему адскую жизнь за то, что он меня заподозрил. Ты же знаешь мужчин. Если они вобьют себе что-то в голову, то вышибить это из них страшно трудно. Но поездка была вдохновением. Я все время была просто ангелочком. Он заработал много денег. Так что в нашем саду цветут только одни розы. Я очень рада. Всем этим я обязана тебе, Констанция. Я заставила Мортимора купить себе просто божественную звезду на Цейлоне. Я сказала, что он должен компенсировать оскорбление, которое он тебе нанес. Она стоит 20 фунтов, и мы отнесли ее к кортье, чтобы вставить в оправу. Восхитительно. Не думай, что я неблагодарная. Послушай, Констанция. Констанция, я хочу сразу же тебе сказать, чтобы ты не беспокоилась о моих отношениях с Джоном. А я и не беспокоилась? Я знаю, что вела себя как маленькая тварь, но я никогда не думала, что ты узнаешь об этом. Если бы я допускала эту мысль, то ничто в мире не заставило меня пойти на какие-то отношения с ним. Ты очень добра. Констанция, я хочу попросить тебя об услуге. Сделаешь? Чего не сделаешь для подруги. Ты хорошо знаешь Джона. Знаешь, какой он милый и все такое. Но время прошло, и я хочу, чтобы он это понял сразу. Прошло? Конечно. Нет, я знаю, что он по-прежнему по уши влюблен в меня. Я это поняла в тот самый миг, когда вошла в комнату. Его нельзя винить за это, правда? Ну, мужчины находят тебя обаятельной. Да. Но иногда в этом мире надо подумать и о себе. Как только я поняла, что ты нас дурачила, пропала вся романтика. Но я думаю, что это будет очень большой удар для Джона. Но я твердо решила. Я не могу его видеть. И хочу, чтобы ты сказала ему. Я? Ты его очень хорошо знаешь. Знаешь, какие надо сказать слова. Не очень-то приятно говорить мужчине, который тебя обожает, что он тебе больше не нравится. Легче это сделать третьей стороне. А, третьей. Ты действительно так думаешь? Я уверена. Ну, хорошо. Я сделаю. Ты знаешь, в Париже я купила божественный вечерний халат бледно-зеленого сатина. На тебе он будет выглядеть великолепно. Хочешь, я тебе его подарю? Я его надевала только один раз. Ну-ка, иди сюда. А теперь скажи мне настоящую причину, почему ты так сразу хочешь отделаться от Джона. Поклянись, что не скажешь. Ну, честное слово. Видишь ли, дорогая, в Индии мы встретили просто божественного молодого человека. Он был адъютантом одного из губернаторов и возвращался вместе с нами на корабле. Он меня обожает. И, конечно, ты обожаешь его. Моя дорогая, я без ума. Я даже не знаю, что произойдет. Я думаю, что мы обе можем догадаться об этом. Это кошмар, что у меня такой темперамент. Ты этого понять не можешь. Ты холодная женщина. Ты просто безнравственная маленькая зверюшка. Нет. Совсем нет. У меня бывают связи, но я не неразборчива. Я бы тебя больше уважала, если бы ты была честной проституткой. Ну, та, по крайней мере, делает то, что делает, чтобы заработать себе на хлеб. А ты берешь все от мужа и в ответ на его плату не даешь ничего. Ты не лучше обычного вора. Констанция, как ты можешь так говорить обо мне? Это очень зло с твоей стороны. Я думала, что ты меня любишь. Люблю. Ты лгуния, хвостунья, паразит, но я люблю тебя. Ты не можешь меня любить, если ты так обо мне думаешь. Ты добродушная, щедрая, иногда занятная, и я тебя люблю. Я не верю ни одному твоему слову. Ты же знаешь, как я тебе предана. Ой, лет через двадцать ты станешь верхом пристойности. А теперь поспеши, а я поделюсь этой новостью с Джоном. До свидания. И будь с ним помягче. Мы должны пощадить его. Я часто думала, почему с твоей внешностью у тебя меньше успехов у мужчин, чем могло быть. Теперь я знаю. Да? Видишь ли, ты все принимаешь с насмешкой. А это отпугивает мужчин. Хлана. Да? Ты сказала ей? Да. Она была очень потрясена. Конечно, это был для нее удар. Плакала? Ну, не совсем. Сказать тебе правду, она окаменела от удара. Ну, конечно, когда она придет домой и оценит весь масштаб потерю, она будет отчаянно рыдать. Я чувствую себя очень неловко. Ну, что ты? Я не хочу, чтобы она думала, что я плохо к ней отношусь. Ну, она же поняла, что ты делаешь это для меня. Она знает, что ты к ней очень хорошо относишься. Ты сказала об этом совершенно прямо? Абсолютно. Я тебе очень признателен. Ну, что ты. В любом случае мне приятно думать, что ты сможешь поехать в отпуск с легким сердцем. Кстати, тебе нужны деньги, я тебе выпишу чек. Нет, спасибо, у меня много денег. За год я заработала 1400 фунтов. В самом деле, это большая сумма. 200 фунтов я беру с собой, 200 фунтов потратила на наряды и всякие безделушки, а оставшуюся тысячу я сегодня утром положила на твой счет в банке в уплату за мое проживание с тобой за последние 12 месяцев. Какие глупости. Я не хочу слышать о том, чтобы ты платила за проживание. Ты меня не любишь? Джон, а ты думаешь, что женщина может любить мужчину только тогда, когда он ее содержит? Предложить мне тысячу фунтов за проживание – это почти оскорбление. Я ни за что не возьму эти деньги. И вообще, мне никогда не нравилась эта твоя идея – работать. Кажется, у тебя достаточно забот по дому. А что, тебе стало хуже с тех пор, как я начала работать? Нет, этого сказать не могу, но я не могу отделаться от мысли, что твоя твердость связана как-то с Мари Луизой. Джон, а тебе никогда не приходило в голову, почему я ничего не говорила тебе о твоей связи с Мари Луизой? Приходила, но я относила это за счет твоей бездомной доброты. Ты не прав. Просто я не считала себя вправе делать это. А у тебя было полное право. Мы вели себя как свиньи, я это знаю, знаю. Джон! Просто ты меня больше не желал? Констанция! Ну, а как я могла тебя винить за это? Ну, а если ты меня больше не желал, то в чем я могла быть тебе еще полезной? А мой вклад в то, чтобы создать тебе все удобства в хорошо устроенном доме, был очень небольшой. Ты мать моего ребенка! Ну, не надо преувеличивать. Я выполнила естественную и здоровую функцию моего пола. А всю утомительную часть заботы о ребенке я отдала в руки более компетентных лиц. И я благодарна тебе за то, что ты ни разу ни словом, ни жестом не дал мне понять, что я для тебя не больше, чем дорогое и временами не очень удобное украшение. Я никогда не думал о тебе, как о неудобном украшении. Разве я когда-либо показал, что жалею хоть пень, не потраченные на тебя? Джон, ну неужели ты так же глуп, как и множество мужчин, которые попадают в ловушку женщины и считают, что только потому, что они на ней женились, они должны удовлетворять все ее желания, капризы, жертвовать своими удовольствиями, удобствами и что должны почитать за благо, что она позволяет им быть рабом и крепостным. Джон, очнись. Ты отстал на сто лет. Но разве мужчина не должен быть благодарен женщине за ту любовь, которую он питал к ней раньше? Да, чувство благодарности очень сильно в мужчинах, пока оно не требует от них какой-то конкретной жертвы. У тебя забавный взгляд на вещи. Но извини, ведь ты знала, что происходит задолго до того, как все открылось. Ну, по натуре я ленивая женщина, и пока внешние приличия были соблюдены, я готова была получать все и ничего не давать взамен. Но когда сложилась ситуация, при которой только твоя вежливость или недостаток ума помешали тебе сказать мне это прямо в лицо, я изменила свое решение. Я поняла, что мне хочется быть в таком положении, когда я, если мне это вдруг вздумается, могу спокойно, вежливо, но твердо сказать «Иди к черту!» И ты сейчас в состоянии это сделать? Да. Я тебе ничего не должна. Я могу содержать себя сама. Знаешь, Джон, в жизни есть только одна свобода, которая действительно важна. Это экономическая свобода. Теперь я обрела эту свободу. И, честное слово, для меня после того, как я попробовала мое первое клубничное мороженое, купленное на собственные деньги, это самое приятное потрясение в жизни. Мне было бы гораздо лучше, если бы ты устраивала сцены, чем ощутить столько холодной злобы. Мой бедный, мой дорогой, Джон, о чем ты говоришь? Ты же знаешь меня 15 лет. Я не затаила никакой злобы. Я предана тебе. Если бы я могла заглянуть в свое сердце, то я нашла бы там привязанность и другие, самые дорогие, милосердные чувства. Ты что, мне не веришь? Странно, но я верю. Ты замечательная женщина, Констанция. Я знаю. Но не говори никому. Ты ведь не захочешь дать собаке плохую кличку. Если бы я мог поехать с тобой. Мне не очень-то нравится идти в одиночной поездке. А я еду не одна. Я тебе не сказала? Я еду с Бернардом. Ох, ты не говорила об этом. А кто еще? Никто. Подожди, тебе не кажется это несколько необычным? Нет, а почему? Ну, не очень-то это принято, чтобы молодая женщина отправлялась в отпуск на 6 недель с мужчиной, которого трудно по возрасту зачислить в ее отцы. Ты не думаешь, что люди будут сплетничать по этому поводу? Ну, я же не кричала об этом направо и налево. Я вообще никому не сказала, кроме тебя. Ну, а ты, я уверена, не будешь болтливым. Но вас наверняка кто-то увидит, кто-то тебя узнает, обязательно всем расскажет. Да я не думаю, Джон. Мы же поедем в закрытой машине, и ни он, ни я, мы не хотим останавливаться в людных местах. Криш, я не настолько глуп, чтобы думать, что раз мужчина и женщина поехали вместе, то обязательно верит худшему. Я, конечно, ни минуты не думаю, что между вами что-то произойдет, но об этом неизбежно подумают простые люди. Мне всегда оказалось, что у простых людей гораздо больше ума, чем им приписывают умники. Что ты имеешь в виду? Джон, мы едем как муж и жена. Не будь дурой. Ты сама не знаешь, о чем говоришь. Это совсем не смешно. Джон! Джон, мой бедный! За кого ты меня принимаешь? Я что, настолько непривлекательна, чтобы это прозвучало неправдоподобно? Ну, а зачем бы я еще поехала с Бернардом? Если бы мне нужен был просто компаньон, я бы поехала с женщиной. А где я в этой схеме? Тебя в этой схеме нет. Ты остаешься дома и будешь заниматься своими пациентами. Я чувствую себя на грани апоплексического удара. Расстегни воротник. Джон! Джон, ну ты действительно выглядишь краснее, чем обычно. Ох! А что позволяет тебе думать, что я разрешу тебе поехать? Ну, в основном то, что ты не можешь мне помешать. А потом я подумала, что смена пойдет мне на пользу. Ты вспомни, Джон! Вспомни, ты же начал толстеть и стареть. Затем у тебя началась история с Мари Луизой, и ты сразу стал другим человеком. Веселым, остроумным, полным жизни. С тобой стало гораздо легче жить. Я тебе говорю, эффект был просто потрясающим. Но женщины отличаются от мужчин. Когда муж не верен жене, то она становится объектом сочувствия. Когда же она не верна мужу, он становится объектом насмешек. Ну, это один из тех предрассудков, которые разумные люди стараются не замечать. Ты что же, хочешь, чтобы я сидел спокойно дома и смотрел, как этот мужчина из-под моего носа уводит мою жену? Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я пожал ему руку и пожелал успеха. А вот это я и собиралась сделать. Он придет через несколько минут, чтобы попрощаться с тобой. Я убью его. Джон, на твоем месте я бы не рисковала. Он довольно крепкий мужчина, и мне кажется, он хорошо работает левой. Джон, ну разве ты забыл, как нежна я была с Мари Луизой? Мы были лучшими подругами. Она никогда не покупала шляпку без моей помощи. Мне в жилах течет красная кровь. В данный момент меня больше интересует состояние серого вещества в твоей голове. Он тебя любит? Безумно. Джон, Джон, а ты что, не знал? Ты думал, ты думал, что он бывал у нас целый год для того, чтобы увидеть тебя? Я никогда не обращал на него внимания. Я вообще считаю, что он скучный. Ну, может быть, он скучный, но он очень милый. Какой же это мужчина, который ест хлеб своего друга, пьет его вино, а потом занимается любовью с его женой, с его спиной? Я бы сказала, Джон, что это мужчина твоего типа. Ни в коей мере. Мортимер, вот тип человека, который родился для того, чтобы из него делали дурака. Ну, никто из нас не знает точно замыслов судьбы. Я вижу. Ты хочешь привести меня на край? Все, Джон. Еще минута, и я что-нибудь разобью. Миссис Калверк! Ха-ха! О, мама, мама дорогая! О, как хорошо, что ты пришла. Мама, я так хотела тебя увидеть до отъезда. Нет, у нас не происшествие. Просто у Джона плохое настроение. Он решил, что ему будет легче, если он что-нибудь разобьет. Ай, чепуха! У Джона никогда не бывает плохого настроения. Это вы так думаете, миссис Калверк, а я разгневал. Вы тоже соучастница этого плана, Констанция? Нет, 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 мама ничего не знает. Неужели вы не понимаете, что это, что это смешно? Неужели вы не можете что-то сделать, чтобы остановить ее? Вы ведь понимаете, что эта идея нелепа. Мой дорогой Джон, ну у меня нет ни малейшего представления, о чем вы говорите. Она едет в Италию с Мернадом Керселом одна. Констанция, это правда? Вполне. Разве ты не ладишь с Джоном? Мне казалось, что вы оба так счастливы. Я так думала. У нас никогда не возникало ни тени скандала. Мы всегда ладили друг с другом. Дорогая, ты что, больше не любишь Джона? Почему? Я ему очень предана. Ты можешь быть преданным мужчине. Когда ты собираешься нанести ему самую большую обиду, которую женщина может нанести мужчине. Джон, ну не будь таким идиотом. Твоя обида не больше той, которую ты мне нанес год назад. Ты что задумала отплатить мне за Марию Луису? Джон, ну не будь таким дураком. Нет ничего более далекого от моих мыслей. Обстоятельства здесь совсем разные. Мужчина есть мужчина. Мужчина, и такие штуки от них всегда можно ожидать. Их можно извинить. Но для женщины нет никаких извинений. Опыт десятка тысяч лек доказывает, что этот порог открывает дорогу всем другим. Если ты думаешь, что так называемая свободная любовь забавна, ты ошибаешься. Тогда почему люди продолжают ею заниматься? Её все неудобства семейной жизни и ни одного из её преимуществ. Заверяю тебе, дорогая, что игра не стоит свечи. Ну, тебе виднее. Ты же знаешь, на опыте других учиться трудно. Нет. Мне бы хотелось это узнать самой. Ты любишь Бернарда? Ну, сказать тебе правду я ещё не решила. И вообще, как определить, любишь ты человека или нет? Я знаю один способ. Любопытно. Ты могла бы чистить зубы его с чаткой? Да. Нет. Значит, ты его не любишь. Он любит меня 15 лет. Есть что-то в этой многолетней предности такое, что порождает в моём сердце маленькое забавное ответное чувство. Через шесть недель он возвращается в Японию, я решила, или сейчас, или никогда. И когда я помашу ему платком, в то время, когда его корабль будет уходить из гавани Неаполя, мне хочется, чтобы у него сохранилось чувство, что все эти годы бескорыстной любви были для него отнюдь не напрасно. Шесть недель? И что, ты собираешься его оставить в конце этих шести недель? Конечно. Именно потому, что есть временные границы любви, я надеюсь, что она сможет приблизиться к чему-то прекрасному и проходящему. Не потому ли роза выглядит так роскошно, что её лепестки опадают сразу после того, как бутон распустится полностью? О, сюда идёт Бернард Кох. И считай, что я должен принять его дело и вид, что я божественном неведении от его плана. Было бы очень мило, Джон, если бы ты отнёсся к Бернарду так же хорошо, как я относилась к Марии Луизе, когда узнала, что она твоя любовница. Он знает, что я знаю? Ну, конечно, нет. Он немного старомоден, и он не может быть счастлив, обманывая друга, если будет знать, что обман известен. Констанция, смогу ли я сказать что-нибудь, что заставила бы тебя пересмотреть решение? Нет, дорогая, нет. Тогда я умываю руки. Я исчезну до того, как он придёт. До свидания, мама. Я пришлю тебе много открыток. Я не одобряю твоего действия. Ничего хорошего из этого не выйдет. Природа создала мужчины спорченными и восхитительными, и они обманывают жён. А женщины рождены добродетельными и всепрощающими. И ни одна из твоих новомодных концепций не может изменить законы проведения. Мистер Керсоу! Добрый день, Бернард. И до свидания. Я ухожу. Мне очень жаль. До свидания. Добрый день, Бернард. Бентли! Слушаю, мадам. Бентли, пожалуйста, отнесите мои вещи, чтобы их можно было положить в такси. Хорошо, мадам. Как? Вы уже уезжаете? Мне повезло, что я приехал. Мне было бы очень обидно, если бы я вас не увидел. Бентли! Да, мадам. И, пожалуйста, скажите мне, когда такси придёт. Очень хорошо, мадам. Ну вот, теперь я могу поговорить с вами. Вы с удовольствием думаете об отпуске? С огромным. Я ещё никогда не бывала в такой поездке. Я действительно взволнована. Вы едете одна? Совершенно одна. Чертовски обидно, что ты не мог выбраться, старина. Чертовски. Это наказание за широкую известность. Я понимаю, тебе приходится прежде всего думать о своих пациентах. Точно. А потом Джон не очень любит Италию. Как? Вы едете в Италию? Мне казалось, вы говорили в Испанию? Нет. Она всегда говорила в Италию. Да? Это едва ли твоё место, старина. Хотя, мне кажется, есть несколько приличных полей для гольфа около озера Комо. Да? Констанция, у вас, случайно, не будет возможности оказаться около Неаполя в конце июля? Право, не знаю. Мои планы не очень чёткие. Джон. Я спрашиваю об этом потому, что отплываю из Неаполя. Было бы забавно, если бы мы встретились там. Очень забавно. Надеюсь, вы будете часто видеться с Джоном, пока я в отъезде. Боюсь, что он будет чувствовать себя слегка одиноким, мой бедный. А почему бы вам не поужинать вместе на той неделе? Мне очень жаль, но, как вы знаете, я уезжаю. Да? А мне казалось, вы остаётесь в Лондоне до отъезда в Японию. Я собирался, но врач посоветовал мне поехать полечиться. Отчего? Просто полечиться. Он говорит, что мне нужно встряхнуться. Да? Как его зовут? Он неизвестен. Просто человек, которого я знал во время войны. К сожалению, до свидания. Конечно, тоскливо уезжать из Лондона. Особенно, если мне придётся вернуться в Европу только через несколько лет. Но мне всегда казалось глупым не воспользоваться советом, о котором ты сам спрашивал. Девушки, если он стоит три гниели. Жаль. Жаль. Я надеялась, что вы поможете Джону перенести моё отсутствие. Такси ждёт, мадам. А, спасибо. Я откланиваюсь. Если не смогу снова увидеть вас, то разрешите сказать, что очень благодарен вам за вашу доброту ко мне в течение всего этого года. Нам было очень приятно видеть вас, Бернард. К тому же, для Джона было всегда большим утешением, что есть на свете кто-то, кто может меня развлечь в то время, когда он проводил свою очередную операцию. Правда, дорогая? Правда, дорогая. Очень рад, если мог быть полезен. Не забывайте меня совсем, ладно? А мы не собираемся этого делать, не так ли, дорогой? Так, дорогая. Ну что ж, до свидания, старина. Будь счастлив. Спасибо, дружище. До свидания, Констанция. Мне так много надо вам сказать, что не знаю, с чего и начать. Не хочу торопиться, но таксист-то, наверное, уже сходит с ума. Джон всегда очень практичен. Ну что ж, ничего не буду говорить, и благослови вас Бог. Оревуар. Если будете в Неаполе, дайте мне знать. Черкните мне на адрес клуба, и мне немедленно передадут. Хорошо. До свидания. Чао. Не будешь ли ты столь любезной, чтобы объяснить мне, над чем ты смеешься? Если ты думаешь, что мне забавно стоять на пьеде стали, как пациенту, из которого тянут жилы, ты ошибаешься. Что он имел в виду под этой чепуховиной насчет случайной встречи в Неаполе? Он сбивал тебя со следа. Он следа, идиот. Да, ты думаешь. А мне показалось, что он был изобретательным. И учитывая, конечно, что у него мало практики в подобных вещах, мне показалось, что у него получилось хорошо. Конечно. Если ты решил считать его образцом совершенства, то мне нет смысла спорить. Но, честно говоря, без какого-либо предубеждения, мне жаль, что ты бросаешься на такого мужчину. Наверное, это естественно, что муж и жена расходятся в оценке предполагаемого любовника. Не будешь же ты говорить, что он выглядит лучше меня. Нет, но ты всегда был моим идеалом мужской красоты. Он одевается не лучше меня. Этого трудно ожидать. Он шьет у того же портного. Говори честно, он тебя забавляет не больше, чем я. Честно говоря, нет. Но тогда, бог мой, почему ты хочешь ехать с ним? Ты хочешь, чтобы я сказала? Да. Хорошо. Джон, я еще раз хочу, пока не поздно, почувствовать руку мужчины, который обожает землю, по которой иду я. Я хочу увидеть, каким светом вспыхивает его лицо, когда я вхожу в комнату. Испытать, как замирает сердце, когда его рука робко крадется вокруг моей талии. Я хочу положить ему голову на плечо и почувствовать, как его губы коснутся моих волос. Такого рода операции физически невозможно. Если бедняжка попробует это сделать, то у него произойдет растяжение шейной мышцы. Десять лет я была счастлива от твоей привязанности. Джон, Джон, мы были самыми лучшими, самыми добрыми друзьями. Но сейчас, хоть ненадолго, я хочу чего-то другого, понимаешь? Я хочу быть любимой. Но, моя дорогая, я буду любить тебя. Я был скотиной, я не обращал на тебя внимания. Еще не поздно. Ты единственная женщина, которую я когда-то любил. Я брошу все, и мы поедем вместе. Эта перспектива меня не вдохновляет. Ближе сердце, я отказался от Мари Луизы. Ну, ты отказался от Мари Луизы, чтобы доставить удовольствие себе, а не мне. Поедем со мной. Мы с тобой отлично развлечемся. Мой бедный Джон, ну неужели ты думаешь, что я так усердно работала лишь для того, чтобы отпраздновать медовый месяц со своим собственным мужем? Что же, я не могу быть и любовником, и мужем? Мой дорогой, ну нельзя превратить вчерашнюю холодную баранину в завтрашнюю свиною отбивную. Ну не будь несправедливым. Я неравнодушна к тебе. Я могу быть неверной, но я постоянно. И мне думается, что это мое самое лучшее качество. Мадам не забыла, что такси ждет у дверей? Где я? Хочусь, сэр. Ну, я не понимаю, почему ты с ним так груб. Я должна идти, иначе он подумает, что я решила не ехать. До свидания, дорогой. Надеюсь, что в мое отсутствие ты устроишься хорошо. Кухарка сама все приготовит. У тебя не будет никаких проблем. Ты не хочешь сказать мне до свидания? Убирайся к черту. Хорошо. Я буду обратно через шесть недель. Обратно где? Здесь. 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 Ты думаешь, я приму тебя обратно? А почему бы нет? Когда у тебя будет время поразмышлять, ты поймешь, что у тебя нет причины винить меня. Я ведь не беру у тебя ничего такого, чего бы ты не хотел. Ты понимаешь, что за это я могу развестись с тобой? Конечно. Но я была очень осмотрительна. Я вышла замуж за джентльмена. И думаю, что ты не сможешь развестись со мной только из-за того, что я сделала тебе что-то, что не больше того, что ты сделал сам. Я не дам тебе развода. Джон! Я просто не пожелаю даже моему злейшему врагу получить тем самым возможность жениться на женщине. Джон! Которая способна обращаться с своим мужем так, как ты обращаешься со мной. Значит, я могу вернуться обратно. Самая сумасшедшая. Своевольная, капризная, восхитительная и очаровательная женщина. Которая, когда-либо доставалась мужчине в жены, чёрт тебя побери. Возвращайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выслушали радиоверсию спектакля Ставропольского краевого драматического театра имени Михаила Лермонтова «Женское постоянство» по пьесе Сомерса Томоэма. Режиссёр спектакля Алексей Малышев, режиссёр радио Владимир Шведов, звукорежиссёр Михаил Ландин, ассистент режиссёра Ольга Шляхова, редактор Наталья Шолохова, звуковое оформление Тимур Милаянин. Роли исполняли Театр радио России